Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву встать спиной. Но вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. — Чулочки тоже снять мне, дядя! — не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже, и смятенье эсэсовец объят. Рука сама к собой в волнении вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. — Глаза, как у моей утины! — смятенье смутно произнес. Овеянный невольной дрожью? — Нет, он убить ее не может. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. — Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла? И это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Быть может, впервые эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский. И снова слышится опять. И не забудется вовеки. Чулочки, дядя, тоже снять.